МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, я вообще-то не поклонник это писать по вновь утвержденному плану. Вот, и даже я бы не стал заниматься лично Арсеньевым образом, если бы не вот эта вот, так сказать, очень личность, которая мне сразу дала повод для подобного, ну, для этой картины. Это Арсений Несмилов, он же митропольский, вот, офицер царской армии, волею, значит, бушующим в мире гражданской войны, попавшим к нам сюда, в Владивосток. Поэтому я как-то сочетание этих двух веков, особенно когда я прочитал эту всю историю, меня это крайне заинтересовало, и поэтому я, так сказать, уже без всяких сомнений решил сделать такой своеобразный двойной портрет, ну, не просто двойной портрет, а именно такой, как бы, это, с историческим экскурсом, и как, и как, и двойной портрет, и вот одновременно как некое событие такое, событийное, вот. Потому что, так сказать, передача атрибута, каким является карта, вот, края, у Сурийского края, передача для меня тоже, как бы, ключевой момент в этой истории во всей, потому что в этом есть некий, даже такой, если хотите, приключенческий аспект, да, то есть это не просто там, как бы, там, человек собрался переходить границу, вот, покинуть Владивосток вместе с тремя приятелями, но так как это, их было четверо, поэтому я решил, что у этих четырех сердца бились в унисон, ну, и поэтому я назвал их сердца четырех. А так он называется Владимир Арсеньев и Арсений Несмелов. Потом меня очень привлекло перекличка фамилии Владимира Клавдевича и имени второго героя, поручика Митропольского, его же Несмелого. Поэтому, так сказать, тоже очень деликатно этот сюжет, там четверо идущих людей, вот, далеки у нас намеки на наши приморские сопки, вот, как, естественно, переход был очень тяжелым, вот, и очень опасным. Вот, и благодаря счастливому случаю, то есть покровительству вот этого китайского дракона, я не знаю, вот, он осуществился удачно. И поэтому я этот сюжет, как бы, передал такой некой, не просто документальной форме, а такой, сказать, это повествовательно-таинственной. Карта – это не просто карта, а карта – это некий, так сказать, символ пути, незнаемое, вот, пути в будущее и неизвестно, так сказать, чем закончившееся бы. Ну, мы знаем благополучно, если бы, что это путешествие закончилось благополучно, несмотря на лихие годы, вот. Вот, и поэтому, как бы, меня заинтересовала вот эта вся совокупность вот этих всех и исторических, и, так сказать, временных факторов. Ну, и я обычно за портой это не берусь, конкретных людей, вот. Ну, тут меня крайне это все, так сказать, водушевило, и я решил сделать вот такую работу, как бы, в таком тоже немного таинственном, приподнятом и иронизированном плане. Вот так родилась эта работа. Ну, для того, чтобы, как сказать, придать некий… Я, как всегда, в своем творчестве очень склонен больше к символизму, чем к описанным каким-то, так сказать, достаточно тривиальным описаниям. Вот, я тут решил ввести покопавших справочников, мечта такое, чтобы окончательно, как бы, был еще один пласт к толкованию этой работы, и нашел в словарях мифологии, вот. Образ дракона, он имеет имя собственное, зовут его Чиао, Чи-Ао. Вот, это символ счастливого случая. Ну, я ему, так сказать, на будущее лицу дракона придал красный цвет, намекая, что, как бы, Арсений Несмелов, пересекая границу уже новой России, новой социалистической красной России, через множество лет передаст красный цвет, символ революции нашей, Китай. Вот так. По-моему, первое изображение в живописи. Это вот нашего достойного, я бы сказал, большого русского поэта и писателя. Спасибо. Спасибо.